В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Геннадий Пашин, управляющий отделением пенсионного фонда по Рязанской области. Здравствуйте. Добрый день. Геннадий Васильевич, тема, затрагивающая интересы наших пенсионеров, это увеличение выплат. Расскажите подробно, какие пенсии получат рязанцы, как они увеличивались и будут увеличиваться в этом году. Ну, хочу отметить, что мы сегодня обслуживаем 386 тысяч пенсионеров Рязанской области. Это те, которые, так сказать, получают пенсию. А так, через наши территориальные органы, через клиентские службы получают почти практически все население Рязанской области те или иные услуги государственные, которые предоставляет пенсионный фонд. Сегодня у нас это 26 услуг, и каждый гражданин пользуется той или иной услугой. Хочу отметить, что в этом году, в связи с тем, что был принят закон о повышении пенсионного возраста, и категория выходящих на пенсию работающих граждан сдвинулась на полгода. Потом вот эти сэкономленные денежные средства, которые в связи с этим образовались в системе пенсионного фонда, они были направлены на повышенную индексацию пенсии, которую мы осуществили с 1 января этого года. То есть, если раньше мы осуществляли индексацию в пределах фактической инфляции по уходящему году, то в этом году мы индексацию провели почти в два раза выше, чем инфляция была по итогам 2018 года. То есть, если там инфляция была 4,3%, мы индексацию сделали на 7,05%. И это дало возможность существенно повысить уровень пенсионного обеспечения граждан Рязанской области, пенсионеров Рязанской области. Хочу отметить, что сегодня средний размер пенсии у нас по области 13,5 тысяч. А если мы будем брать самую большую категорию пенсионеров, которые получают трудовую пенсию, связанную с трудовым стажем и соответствующим заработком, то этот уровень пенсии сегодня у нас более 14,5 тысяч. Средняя зарплата работающих граждан у нас в Рязанской области, она сегодня чуть более 30 тысяч. То есть, видим, что уровень компенсации в виде пенсии, утраченного заработка, если так вот можно выразиться, он составляет более 50% в виде пенсии. Если сравнивать это, так сказать, с международными требованиями, международной организацией труда, ну, которая устанавливает, как бы, минимальный порог компенсации в виде пенсии, утраченный заработок, должен быть не менее 40%. То есть, в целом, уровень пенсионного обеспечения, он удовлетворяет вот этим международным стандартам. Это нас очень радует, потому что, действительно, мы заинтересованы в том, чтобы уровень пенсионного обеспечения наших пенсионеров, он был как можно выше. Ну, понятно, потому что, чем выше доход пенсионера, тем у него выше качество жизни и так далее. И на сегодняшний день, вот мы провели индексацию страховых пенсий на 7,05% с 1 января текущего года. Далее мы с 1 февраля текущего года, мы проиндексировали ежемесячные денежные выплаты. Это нашим гражданам, которые получают те или иные выплаты в связи с инвалидностью или с проживанием в Чернобыльской зоне. Или это труженики тыла. Их у нас сегодня в области более 250 тысяч человек. Вот мы тоже этой категории ежемесячные денежные выплаты проиндексировали на 4,5%. С 1 апреля мы подиндексировали социальные пенсии. Ну, граждан, которые получают у нас социальные пенсии, не так много. Ну, как немного. 43 тысячи они получают или социальные пенсии, или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Мы вот эти пенсии преиндексировали на 2%. Эта индексация была связана не с инфляционными процессами, а этот вид пенсии он индексируется в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера. Поэтому в целом прожиточный минимум пенсионера, он у нас увеличился на 2%. Поэтому и этот вид пенсии мы тоже проиндексировали на 2%. Социальные пенсии – это граждане, которые получают пенсии, у которых нет требуемого стажа для того, чтобы получать страховую пенсию по старости. А также у нас большая категория работающих граждан, которые получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Это досрочники, как учителя, врачи, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. То есть, как мы при достижении определенного трудового стажа. Также государственные пенсии у нас получают инвалиды. Первая группа, вторая группа, третья группа, у которых не было трудового стажа ни одного рабочего дня. Они тоже находятся на государственном пенсионном обеспечении. Президент также озвучил предложение повысить размеры пособий гражданам, ухаживающих за своими детьми-инвалидами. Вот когда ждать этих повышений и на сколько? Ну, в связи с тем, что повышался пенсионный возраст, то было принято решение, и помимо увеличения пенсии, было принято решение увеличивать и другие выплаты социальные. Это и по пособию по безработице, это вот в частности выплаты, связанные с уходом за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы. У нас таких инвалидов, таких семей, у которых имеются вот эти инвалиды, где-то чуть более двух тысяч семей. И сегодня принято решение, что с 1 июля выплата опекунам или родителям, ухаживающим за этой категорией инвалидов, она будет с 5,5 тысяч, которые сегодня мы выплачиваем, увеличена до 10 тысяч. Эту выплату мы начнем с 1 июля. И соответствующие заявления в пенсионный фонд писать не нужно, потому что мы это сделаем без заявительного порядка для тех пенсионеров, для тех родителей, которые у нас сегодня уже это пособие получают. А если в семье появился ребенок-инвалид, сегодняшний, или с какого-то времени, начался процесс, тогда надо соответствующее заявление написать в территориальный орган пенсионного фонда, чтобы мы знали, что действительно такая ситуация в семье есть. И родители, они не работают, они ухаживают только за ребенком, потом мы им будем назначать вот это пособие. То есть в любом случае лучше, конечно, приехать таким родителям? Ну это вот когда ребенку будет присвоена вот эта категория, как ребенок-инвалид. Известно, что утвержден указ президента, в соответствии с которым ветераны Великой Отечественной устанавливаются новый вид выплат. В каком размере они будут устанавливаны? Ну, у нас всегда в преддверии Дня Победы участник Великой Отечественной войны мы выплачивали так называемые разовые или единовременные выплаты. Они устанавливаются отдельным указом президента. В этом году этот указ тоже вышел. И мы всем нашим участникам Великой Отечественной войны выплатили 10 тысяч рублей к Дню Победы. Эти деньги мы уже выплатили. Но, к сожалению, таких участников Великой Отечественной войны в Рязанской области сегодня не так много. Их всего 648 человек. Геннадий Васильевич, прозвучала новость, согласно которой Пенсионный фонд откажется от практики выдачи бумажных страховых свидетельств, СНИЛС. Напомните гражданам, что такое СНИЛС, для чего он необходим и что придет на замену традиционным бумажным свидетельствам? Ну, здесь надо рассматривать вопрос в каком контексте. То есть мы сегодня находим, так сказать, пенсию формируем не как пособие, а формируем как страховой случай. То есть страховой случай – это потеря трудоспособности, которая достигается, ой, которая получает, у гражданина возникает или при получении инвалидности, то есть он дальше не может трудиться, или при наступлении определенного возраста. Сегодня это возраст для женщин 55,5 лет, для мужчин 60,5 лет. И для того, чтобы определить его будущую пенсию, мы фиксируем ежегодно так называемые пенсионные права работающих граждан. Так как за этих работающих граждан работодатель уплачивает ежемесячно страховой взнос в пенсионный фонд на их будущую пенсию. Вот мы эти страховые взносы должны учитывать не просто по какому-то работодателю, а конкретно по каждому работнику того или иного предприятия, той или иной фирмы или учреждения. И чтобы от вести персоницированный учет, было введено понятие индивидуальный страховой номер гражданина, мы выдавали соответствующее страховое свидетельство, где обозначали этот номер. И у нас гражданин в нашей системе пенсионного фонда, он всегда шел под этим снился. Страховой номер индивидуального лицевого счета. Учитывая то, что сегодня этот страховой номер является как бы идентификатором гражданина не только при обслуживании в пенсионном фонде, но сегодня многие государственные структуры тоже представляют различные государственные услуги. И чтобы ту или иную информацию, которая, допустим, находится в нашей базе, пенсионеру или гражданину не брать, заходя в территориальный орган пенсионного фонда, или, допустим, нам нужна какая-то информация, мы запрашиваем дополнительно. И вот эта вся информация в электронном виде, она идет через именно по снилсу. Ну и сегодня для того, чтобы ребенок в школу строился, у него должен быть тоже страховой номер. И практически все, сегодня каждый гражданин с момента рождения уже страхуется в пенсионном фонде. Мы присвоим этот номер. Да, мы выдавали и выдаем еще до сих пор на руки страховое свидетельство, но изменения в соответствующие законодательства внесены. То есть такого обязательного права иметь на руках страховой свидетельств сегодня нет. То есть мы переходим так называемое электронное страховое свидетельство. То есть у гражданина в его личном кабинете это страховое свидетельство электронное есть, он его может по электронной почте передавать и работодателю, и там еще куда-то. Просто нужно знать номер, правильно? Да, просто нужно знать номер. Но на эту процедуру мы сегодня пока еще не перешли, потому что формируется понятие и вида этого страхового электронного свидетельства. Но в будущем мы от него откажемся. Но если гражданин у нас скажет, я хочу иметь у себя на руках, тогда мы... Это бумажный вариант. Да, тогда мы этот бумажный вариант ему выдадим в виде справочки, что да, вот он у нас застрахован, что его индивидуальный лицевой номер такой-то. Спасибо. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был Геннадий Пашин, управляющий отделением пенсионного фонда по Рязанской области. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова